приветствую вас дамы и господа в этом видео расскажу вам про концепт номер 5 взял на этом танке три отметки поэтому решил что настало время сделать видео и про этот танк тем более он сейчас в топе по популярности среди средних танков каждый бой очень много концептов можно встретить на десятом уровне планка на 3 отметки у него сейчас 5000 появился в игре этот танчик в патче 1.22 6 сентября 2023 года не так уж и давно он появился но когда этот танчик появился он был не такой прекрасный как сейчас его пару раз успели уже апнуть во первых все ветки добавили скорость поворота корпуса теперь британские средние танки крутятся и вертятся маневрируют очень хорошо до этого улучшения они поворачивали с неохотой также еще и сам концепт номер пять был патч в котором именно его конкретно апнули нашему концепту улучшили максимальную скорость на пять километров стало 70 также улучшили мощность двигателя на 100 стало 680 почти на две секунды перезарядку улучшили был 11 7 стала 9 6 у танка великолепная точность 031 молниеносное сведение 1,8 секунды 2700 дпм альфа 430 пробить и основным 260 специальным 318 обзор 400 маскировка конечно так себе из-за того что танчик большой пробивать попадать в него не сложно у него еще и проблемки с броней но иногда щеки башни рикошетит до апа танк был худшим по маскировке по размеру по броне по дпм у многие параметры уступали средним танком 10 уровня который можно у нас в игре встретить но после апов танчик по дпм у всех догнал при том что у него и пробитие сведения и точность и альфа на достойном уровне к тому же он теперь очень быстрый а после улучшения маневренности все ветки они еще стали крутиться вертеться очень клёво и классно можно бодро крутить врагов также по всей карте везде успевать выдать свою альфу из-за чего планка на 3 отметки у танка очень сильно выросла танк стал популярным в рандоме он встречается очень часто мне было тяжеловато на нем взять 3 отметки поскольку планка высокая танчик большой не особо бронированный не особо про маскировку скиллозависимый поскольку одна ошибка это ошибся но играть на нем интересно результативность высокая за счет того что ты по всей карте успеваешь везде на своей скорости маневренности также за счет великолепной пушки не просто успеваешь посмотреть на какую-то ситуацию которая в бою произошла но еще и результативно поучаствовать давайте посмотрим какое оборудование я использовал мне больше всего она понравилась и я считаю что лично для меня это оборудование самое результативное первое обычное оборудование на большинство карт досылатель стабилизатор и экспериментальная турбина наверное странно здесь смотрится только турбина хотя возможно некоторые подумают что и стабилизатор странновато смотрится ведь сведение очень быстро я пробовал на этом танке играть досылатель вентиляция малошумка наверное для вас это будет самая популярная сборка в основном люди так и играют у танка проблемы с маскировкой но очень быстрое сведение точность хорошая большинство людей чаще всего жертвовать стабилизатором это в принципе и понятно я играл с этой сборкой она в принципе рабочая можно даже вместо малошумки и закалку поставить чтобы было больше хп но тогда нужно учитывать что мы будем светиться во многих ситуациях только если мы не сидим на красной линии за 500 метров от врага в общем и целом наставить можно много чего вплоть до стандартных досылатель стабилизатор вентиляция это все понятно вы при должном скиле практически с любой сборкой из тех что я перечислил будете показывать плюс-минус схожие результаты я вам рекомендую попробовать тоже досылатель стабилизатор экспериментальной турбины вот это вот сборка это мне зритель порекомендовал у меня был самого не хватило фантазии на такой быстрый танк турбину поставить но я попробовал потому что хуже не будет а попробовать интересно и мне понравилось и вот почему танчик становится невероятно быстрый шустрый крутится еще быстрее прям как ураган какой-то иногда ощущение что он может так сильно раскрутиться что как вертолет улетит куда-то можно не то что успевать по карте везде ты вот если где-то хочешь быть ты практически за пару секунд уже там в чем-то участвуешь можно закрутить все что угодно можно спокойно ехать на одном уровне с лтшками куда-то на фланг иногда даже некоторые лтшки можно обгонять если они не особо про скорость и вот эта сборка с турбины это что-то невероятное враги вряд ли будут ожидать что их настолько жестко могут закрутить прям с запасом мне лично это больше всего понравилось танк настолько становится быстрый маневренный что в некоторых боях я по приколу даже через холмики союзников там умудрялся перепрыгивать кто стримы мои смотрит тот эти моменты я думаю видел это короче очень фановая интересная сборка она мне понравилась больше всего поскольку она мало того что результативная она еще и очень добавляет драйва и кайф от игры ну и вторая сборка это наверное такой стандарт лт вода командирский обзорный прибор малошумка и просветленка это вот для тех карт где мы можем поиграть как лтшка но нужно учитывать что в движении у нас нету бонуса к маскировке и на ходу у нас маскировка не такая прекрасная как у лтшек поэтому если в бою есть лт то они нас будут пересвечивать это нужно учитывать что мы все-таки неполноценный легкий танк и с маскировкой у нас есть проблемы на фоне вы как раз таки видите бой где я выполняю роль полу лтшки это наверно не самый бодрый интересный реплей где я выполнял роль лт но это последний реплей который у меня отложенный остался с концепта все остальные реплей я уже в прошлых видосах использовал и других у меня нет но поэтому вот последний оставшийся реплей используя на гайд про концепта и так теперь переходим к полевой модернизации в полевой модернизации я прокачал защиту открыто улучшение точности улучшение маскировки еще раз улучшение точности и улучшение сведения поскольку нам не нужно особо улучшать как-то динамику мощность двигателя она у нас и так с избытком не хочется улучшать скорострельность поскольку мы ухудшим себе точность а мы чаще всего стреляем с далека и вблизи мы не так часто врываемся только по возможности если мы ворвались куда-то то мы в принципе маневрируем на скорости на своей динамике маневренности нам прям раз на раз убиваться на дпм не стоит мы этим занимаемся не часто поэтому лучше точность ну и понятное дело маскировка нам лишней никогда не будет в бою наша задача успевать в первую очередь на имбовые позиции прострелы носиться по всей карте при помощи нашей динамики смотреть кто где неправильно стоит кто где подставляется моментально давать урон в тех кто отвлекся те кто на перезарядке пользоваться своей альфой точностью и динамикой в принципе танчик вывозит очень много цифр практически с любых боев и неважно какая-то карта поэтому он сейчас практически в топе среди прокачиваемых танков а по цифрам среди средних танков на десятом уровне сейчас лучше концепта номер пять нет ничего поэтому я рекомендую вам прокачать эту ветку покататься на этом танке поскольку после а по маневренности вся эта ветка стала намного бодрее и интересней я ее прокачивал еще до всех этих апов и улучшений покатался на концепте в его худшее время и взял три отметки в его лучшее время поэтому танчик достойный насколько он долго таки будет оставаться я не знаю но пока есть возможность рекомендую попробовать по поводу того что некоторые имбовые перья паны танки время времени нерфит потом мета меняется по другой танк я вам рекомендую по возможности по желанию обзавестись всеми десятками и как только мета будет меняться просто с одного танка пересаживайтесь на другой в такой ситуации у вас отпадают все какие-то негативные моменты вы просто время от времени начинаете играть в разный рандом с разными метовыми танками количество одних танчиков становится меньше после всяких нерфов и балансов других танков после апов становится больше рандом меняется позиции меняются актуальные вы начинаете играть немного в другой рандом для разнообразия в принципе пойдет если прокачать одну веточку и сидеть беречь ее и никуда с нее не слазить то рано или поздно может настать разочарование поскольку танки меняются время от времени в одном рандоме с одними метами ваша ветка могла быть актуально в другом рандоме не актуально понимаю что это занимает много времени в нынешних условиях ветки качаются в десятки раз наверное быстрее чем раньше в 2013 году я ветки качал очень долго и когда до десятки доходил это прям было событие ты прям чего-то достиг в игре сейчас десятки и ветки выкачиваются чуть ли не по щелчку пальцев со всеми бустами расходниками иксами всем остальным иногда люди на аккаунте имеют пару тысяч боев десяток уже по накачали целую кучу раньше такого вообще невозможно было встретить ни на одном аккаунте в общем и целом я рекомендую ветку концепта номер 5 танчик очень сильный очень имбовый в нынешнем рандоме метовый поэтому если хотите поиграть на актуальном танке то вот он когда как не сейчас на нем поиграть с вами был варчик играйте красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока удачи 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 Субтитры сделал DimaTorzok